Настоящий прорыв глазной хирургии Хакасии. Пациенты офтальмологической больницы теперь смогут получать более качественную помощь при минимальном вмешательстве. Кстати, оборудованием, которое позволило выйти на новый уровень, не может похвастать ни одна клиника Сибири. За ходом первой операции наблюдал Виктор Буров. Близорукость катаракта, отслоение сетчатки. Эти заболевания встречаются как по отдельности, так и все сразу. Лечение чаще всего хирургическое. Раньше пациентам назначали операции последовательно, каждую после курса восстановления после предыдущей. Поэтому лечение затягивалось на несколько месяцев. С сегодняшнего дня в Абакане все операции можно провести за один раз и на одном аппарате. И займет это не больше двух часов. Новую технику врачи называют между собой медицинским комбайном, потому что она может все. И не нужно покупать разные аппараты для каждого вида операций отдельно. Тут скорость больше работы. Встроенный лазер тоже на нем есть. Это большой плюс. У нас такого еще не было. И автоматическое поддержание глазного давления, что обезопасивает все операции. У Республиканской глазной больницы колоссальная нагрузка. В год здесь проводят под вес половины тысячи операций. На одного хирурга в день приходится до 30 хирургических мешательств. Новейший комплексный аппарат стоимостью 4 миллиона рублей не только облегчит работу врачам, но и позволит значительно сократить очередь за высокотехнологичной помощью, которую до нынешнего года можно было получить только по квотам в федеральных центрах. Специалисты готовы, специалисты обучены. Но на сегодняшний день у нас на очереди в отделе ВМП стоит 48 человек на оказание высокотехнологичной помощи. Из них 24 возьмут сюда, потому что выполнят вот эти операции. Сегодня в наших условиях больным не придется ехать за пределы Республики Хакасия. Вот мне на правый глаз сделали, я про это подзабыл, но он совсем солнца не видел. Вообще вот этот фонарик, я его не видел. Но вот мне сделали, как я вижу. Пока недоступным для жителей Республики остаются только удаление опухоли и имплантация роговицы глаза. Для проведения таких сложнейших операций, во-первых, требуется оборудование, которое очень дорогое. Во-вторых, в Хакасии пока нет хирурга столь высокого класса. По всей стране их единицы. Впрочем, офтальмологи не исключают, что со временем смогут оказывать местным пациентам и такую помощь. Виктор Буров, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.